Тун-тун-тун-тун-тун, встретим новый кот. Привет, мои хорошие! Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я сижу с тетрадкой, с ручкой, составляю новогоднее меню. Хочу поделиться этим с вами. Вчера у Владика спрашиваю, Владик, какое бы блюдо ты хотел бы увидеть на новогоднем столе? Он говорит, Тань, у меня единственная просьба, все, что ты готовишь, мне все нравится, но единственная просьба, пожалуйста, чтобы я 31 декабря не ходил целый день голодный, а потом в 12 часов ночи ты меня уговаривала это все съесть. И да, мы, кстати, в прошлом году такое практиковали, что мы начинали провожать старый год где-то в полседьмого, ну где-то так, в полседьмого-семь вечера, и когда уже новогодний стол, мы подавали только фрукты, и там шоколадные, вкусные-вкусные, самые вкусные конфетки. И в принципе было, да, было фрукты с конфетками в 12 часов ночи, под шампанское, понятно, и нам эта фишка понравилась. Плюс у нас, я не знаю, как в этом году будет, еще нет информации о прошлом году, мы ходили на главную елку города, по-моему, если я не ошибаюсь, был салют. Девочки, просто последние события у меня немножко, как бы, какие-то моменты стерлись, но, по-моему, был салют. Вот, кстати, вот как мы отмечали Новый год, ссылочка сейчас будет вверху, и я сама посмотрю и вспомню, потому что немножко переключилась, жизнь продолжается, и можно раскисать, можно плакаться, можно, да что угодно можно, это выбор каждого. Но в этот момент, когда тебе там все можно, ты упустишь то самое важное, что будет у тебя в будущем. Поэтому вот села, взяла тетрадку, девочки, выписываю новогоднее меню. Здесь я выписала блюда, какие будут. Здесь у меня покупки в этом столбике, то, что можно, в принципе, купить сейчас, а это то, что желательно перед Новым годом. Итак, давайте относительно новогоднего меню. Оливье, девочки, вы что, как без Оливье? Нет, без Оливье мы не можем. Что на Оливье нужно? Я так выписываю. Колбаса, картошка, огурцы, горошек, яйца, майонез. Морковку у нас не любят. И сюда в столбик я выписываю, что нужно купить, ну, в принципе, сейчас уже можно будет купить майонез, или же сделать домашний. Ну, нет, сильно много всего делать не хочу. А в следующий столбик я выписываю, что в канун, там, 30-го, допустим, нужно будет купить эта колбаса и вот яйца. Яйца, может быть, может и пораньше. Следующий у нас будет тигровый салат. Я его уже делала, вот, буквально недавно. Что мне для этого нужно будет? Морковка по-корейски, орешки, чернослив, зелень, копченое мясо и майонез. И я вот выписываю, что, в принципе, сейчас по сроку годности можно глянуть в магазине корейская морковка. Ее можно будет купить сейчас. И чернослив. А вот копченое мясо, я выписала, что это нужно будет купить, там, числа 30-го. Крабовый салат. Кстати, крабовый салат, мы его сегодня и приготовим с вами. Что мне нужно будет? Вот, крабовые палочки, яйца, кукуруза, капуста и майонез. Кстати, из некоторых продуктов, которые я перечисляю, вот, плюшкин, плюшкин, молодца. Горошек у меня зеленый есть, кукуруза у меня в запасе есть, потому что мы на оптовые ездили и покупали упаковками. На оливье огурцы у меня есть. Зелень, допустим, на тигровый салат, на любой другой салат всегда зелень есть. У меня ее выше крыши замороженной в морозилке. На крабовый салат кукуруза есть. Фрукты, ну, фрукты, да, я написала в список, что я их буду покупать примерно числа 30-го. Будем еще, кстати, готовить картошка с грибами, с куриным филе, под сыром, запеченная в духовке. Картошку я написала, что, в принципе, можно купить сейчас, а вот грибы и куриное филе, наверное, поближе уже к Новому году. Ну, и конфеты, конфеты, само собой. Девочки, когда вот все расписано, вот так вот, когда все расписано, и ты видишь, что лишнего ты не купишь, лишь бы просто так. А то, что по ходу там может, может, знаете, какой-то бутербродик родится, там еще что-то, или там яйца с сыром остаются, можно будет что-то там придумать, ну, это уже фантазия, фантазия, это уже, ну, такое, все по ходу разберемся. Но основное такое, чтобы не было ой или ай-яй-яй, вот я, в принципе, и сделала. Кстати, ходила в магазин, купила совойская капусточка, хочу приготовить крабовый салат. Я впервые буду так готовить, потому что не хочу никого расстраивать. Я тут пальцами тын-тын. Мы с Ви... Сейчас, секундочку. Да, Катюш, привет, моя хорошая. Да, солнышко, с тобой всегда удобно. Хорошо, Катюшечка, все, солнышко, давай, пока-пока. Катюшка звонила. Максимально не новогодняя погода. Я говорю, ну, пусть погода будет только на улице плохая. Девчонки, вернемся к нашему новогоднему меню. И знаете, когда вот у тебя все вот так вот расписано, и я понимаю, что вот я сейчас могу пойти купить майонез, морковь по-корейски, чернослив, и на выходных сказать Владику, чтобы на рынок сходил за картошкой, а вот уже ближе туда у меня остается, ну, там, 29-го, 30-го, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь позиций. И четко есть то, что ты будешь покупать, ты не купишь лишнего, чтобы потом пропадало. И ты говоришь, ну, да и дайте же, это же денег стоит. Ну, что уж это такое, я так старалась. И вот под Новый год мне нужно будет купить колбаса, варенка, копченое мясо, капуста, ну, чтобы она такая свеженькая была, а не в холодильнике давняя, фрукты посмотреть, грибы, куриное филе, конфетки, все. А сегодня я хочу приготовить крабовый салат с овайской капусточки. И хочется, знаете, чтобы вот новогодний стол, новогоднее меню, оно не было тяжелым. Оно было максимально таким и питательным, и легким. Ну, не знаю, как получится, поживем, увидим. Капусточку я сейчас помыла, она высыхает. И, кстати, и недорого получается. Смотрите, я давненько ее покупала, конечно, она у меня лежит. Вот, обстоятельства немножко сбили с толку. Вот, на 6 гривен 7 копеек. Вот это вот капусточка зависела. Ну, она такая, она небольшая. Ну, как на 6 гривен. Девочки, бюджетно даже получается. Итак, я все уже подготовила к салатику. Итак, напомню, крабовые палочки, яйца, совайская капуста, зелень, кукуруза и майонез. И, кстати, на Новый год всегда люблю готовить такое, чтобы недолго его готовить. Раз, два, порезал и хорошо. Итак, буду нарезать с крабовых палочек. У нас любят покрупнее, поэтому я буду резать вот так вот по диагонали просто. Яйца я режу так вот на 4 части. Знаете, кто-то любит меленько, кто-то любит крупненько. Ну, это же все, девочки, дело вкуса, кому как нравится. Этот салат можно сделать и со свежих огурчиков. Но я посчитала, я поняла, сколько будут стоить свежие огурчики перед Новым годом. И я считаю, что если такой салат сделать с капусты, я в прошлом году делала с пекинской капусты, это было вкусно и это было недорого. Поэтому можно сделать и со свежих огурчиков, пожалуйста. и кстати, о чем подумала, что вот этот салат удобно делать тем, что тут, по сути дела, мы отварили только яйца и все. Так, а теперь смотрите, какая классная капусточка, она как молоденькая, но я ее тоже вот так вот просто по диагонали буду резать и все. Немного ее будет, вот этого кусочка и хватит, всего не буду. Она немножко грубее идет, чем пекинская капусточка, поэтому что-то так захотелось поэкспериментировать, поэтому и готовлю перед, не в канун Нового года, а заранее, чтобы понимать, понравится, не понравится, так о чем это я, о том, что, девчонки, чтобы-то не делать, по сути дела, лишней никакой работы, еще чуть-чуть, и смотрите, этот салат, а ничего отваривать не надо будет, если мы, в принципе, будем отваривать яйца на оливье, нам просто нужно изначально посчитать, сколько всего яиц нам нужно будет на все салаты, и сразу одним маком их отварить, и тогда такой салатик мы только порезали и подаем на стол, ой, да, кстати, моя кума говорила, она делала голубцы с капусты, с капустой, савайской, говорит, какая вкуснотень, во-первых, тут листочки, они по себе идут как рыхлые, и они относительно ровные, но это я уже порезала, понятно, и классно заворачивается, вот, с такой, говорит, капусты, а, вот же ж, у меня есть листочки, это я для украшения оставила, смотрите, она и быстро, она даже не варится, в микроволновке там несколько минут, вот эта вот часть потом срезается, понятно, говорит, надо выкинуть, вот, и, говорит, классно голубцы, говорит, заворачивать, говорит, она не разлезается, она такая пористая, и на голубцы очень вкусная эта капуста, поэтому, ну, вот, в принципе, мы уже и закончили, и опять-таки, смотрите, кукуруза тоже по вкусу, столько, сколько хочется, хотите всю, хотите не всю, дело, ну, я всю добавлю, ну, можно и не всю, кто как любит, побольше, поменьше, и главное, вот, продумать такое меню, чтобы меньше заморачиваться, вот такое порезал, поставил, и все, какие-то там, возможно, нарезочки, еще там что-то, ну, не без этого, там, сырная нарезочка, нарезочка с колбаски, зелень у меня замороженная, но в салате, она по вкусу, как свежая, все замечательно, теперь это все дело, хорошо перемешаем, и добавим майонез, так, ну, что, мои хорошие, пробую салатик, знаете, что хочу сказать, что, с вот этой совайской капусточки, интересно получается, но с пекинской, мне гораздо больше нравилось, более сочнее, эта капусточка, она более суше идет, но, как для разнообразия, почему бы и нет, но пекинская капусточка, мне в этом салате нравится больше, поэтому заранее все экспериментирую, пробую, чтобы, когда буду уже готовить праздничное меню, чтобы не было ой и ай, поэтому нужно будет купить, все-таки пекинскую капусту, смотрите, вот такая вот миска салата у нас получилась, кстати, хватит и хватит и хватит, и я тут оставляла, вот такие вот, листочки с капусты, для того, чтобы оформить салатик, вот, как-то так, ну так вот, просто листочки положила с этой капусты, и она будет очень-очень даже хорошо смотреться, на праздничном столе, и сейчас пиалочки наполняем, разравниваем, девочки, смотрите, вот так вот красиво и получается салатик, много получается, мало продуктов, по сути дела, у нас пошло, и получается очень вкусно, хорошо, хорошо, спасибо большое, хорошо, давай, пока-пока, мои хорошие, в общем, сегодня я поделилась с вами, моим предварительным, ну это не предварительным, то, что уже написано на бумаге, как говорится, что написано пером, не вырубишь топором, моё новогоднее меню, жизнь продолжается, и знаете, я в каждом видео, в конце видео, всегда говорю, берегите себя, берегите своих близких, это так важно, и вот так вот важно, когда идёт поддержка родных и близких, сегодня, как и вчера, как и позавчера, и как целую неделю, практически не умолкает телефон, я даже, вот записываю сегодня видео, про этот салатик, вот, и звонят, и Катюшка, и мои родные и близкие, это так приятно, поэтому, мои хорошие, я вам хочу пожелать, и вот знаете, вот в этот момент, ты понимаешь, кто родной и близкий тебе человек, и кто за тебя действительно волнуется, и переживает, поэтому, жизнь продолжается, и хочу вам, мои хорошие, пожелать, чтобы в вашей жизни, как можно больше было, родных, близких людей, даже если это не кровные родственники, а просто вот ваши люди, чтобы они вас окружали, и всё будет хорошо, вот берегите себя, и берегите своих близких, а мы с вами обязательно увидимся, в следующем видео, всем пока-пока, мои хорошие,